Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметки Электрик. В сегодняшнем видео речь пойдет про испытания СИП провода и ответвительного изолированного зажима ЗОИ. Напомню, что СИП это самонесущий изолированный провод, предназначенный для воздушных линий электропередач. Кстати, у меня есть на канале подробное видео про подключение электричества к частному дому. Там я рассказывал про монтаж провода СИП от опоры до вводного щита учета. Так что, кому интересно, переходите и знакомьтесь. А теперь перейдем к нашей теме. Это у нас СИП-4, 2х16, сечением 16 квадратных миллиметров и наш ответвительный зажим, сокращенно ЗОИ. Это у нас зажим для магистрали от 16 до 95 квадратов, а ответвление от 2,5 до 35 квадратов. Так вот, я прогружу данный провод и зажим длительно допустимым током с замером температуры их нагрева. Таким образом, помимо нагрева самого провода, мы еще проверим и качество соединения прокалывающих зубьев вот этого зажима. Так вот, согласно ГОСТ 31946 в таблице 10 указан длительно допустимый ток для СИПа сечением 16 квадратных миллиметров. И он составляет ровно 100 ампер. При этом допустимый нагрев жил не должен превышать 90 градусов в нормальном режиме эксплуатации. Кстати, номинальный ток для зажима указан почему-то чуть меньше, не 100, а 95 ампер. Ну, в принципе, разница небольшая. На одном конце сейчас я установлю наш зажим и здесь на другом конце я сюда буду подавать уже испытательный ток, ток прогрузки. То есть мы проверим нагрев не одной жилы в СИПе, а двух, ну, что наиболее приближено к реальным условиям. Ну и заодно проверим наш вот этот зажим. Здесь тоже все просто. Вначале вставляем ответвительную часть до упора, вот до колпачка, а затем немножко ослабеваем наш срыв болт. Открываем губки зажима, обхватываем нашу как будто магистраль. И затягиваем болт, пока не сорвется у нас срыв гайка вот эта. Здесь у нас осветление, магистраль и затягиваем нашу гаечку. Ну вот, в принципе, и готово. Вот наш зажимчик. Вот срыв гаечка. Ну, в общем, все, готово к испытанию. Еще раз показываю, это наш зажим здесь на конце. Клещи для измерения тока. Пояс Роговского решил не использовать. Воспользуюсь клещами. Ну и вот у нас источник тока. СИП приходит на струбцины. Это у нас нагрузочный трансформатор. И я буду сейчас прогружать наш СИП. Ну вот, навел 100 А. Для понимания, что температура в помещении сейчас находится на отметке 22 градуса. Так, ну прошло около получаса. То есть я подождал время до некой установившейся температуры. И теперь можно проводить уже замер. Итак, давайте начнем тогда с нашего самого непосредственного провода. Что мы имеем? На экране максимальная температура 92 градуса. Вот я веду 96 градусов. Вот это наша петелька здесь. 93 градуса. 97 градусов. То есть где-то вот максимальная температура. Так, здесь у нас установлены наши клещи. То есть максимальная температура 95-97 градусов. Это непосредственно у нас СИПа 98. Где-то было 100. То есть вот в этом месте 100 градусов. Посмотрим вот эти выводы. Здесь, в принципе, нагрев незначительный. 70 градусов около зажимов, около струбцин. Так, здесь еще у нас идет порядка тоже вот 60-70. А потом, когда заходит уже вдвойной, вдвойное сплетение, то вот температура начинает у нас сразу расти. То есть 97-98-100 градусов. Ток все еще у нас протекает через наш провод. 99,8 ампер. И давайте посмотрим, что же происходит с нашим зажимом. Насколько он у нас нагрелся. А зажим-то у нас особо и не нагрелся. Корпус 45 градусов примерно. То есть здесь вот температура у нас максимальная. На экране 63 градуса. Давайте вот с этого ракурса сейчас посмотрим. Максимальная температура 72 градуса. Сам корпус, как я уже и показывал, 45-46 градусов. Затяжной болт вообще имеет температуру 28-29 градусов. А здесь сразу видим, нагрев пошел. Вот пошел, пошел, пошел. И вот он 100 градусов. Ну, так можно посмотреть еще. Температура 45 градусов. Никаких нареканий к данному зажиму я не вижу. Ну, а сама температура СИП-провода, в принципе, соответствует заявленной. То есть при длительно допустимом токе, величиной 100 А, нагрев составил около 100 градусов. Я хочу попробовать немножко увеличить ток. То есть определить ток, при котором изоляция СИПа начнет немножко, ну, прям расплавляться. Ну, прежде чем начну, сейчас сделаю небольшой участок, отрезок СИПа. Потому что если у меня сейчас начнет тут все плавиться, то все прилипнет к линолеуму. Ну, просто укоротил и сделал сам СИП в воздухе. Предположим, что шла какая-то магистраль, например, 50 или 25 квадратов. Вы сделали с помощью данных зажимов ответвления СИПом 2 на 16. И вот эта вот линия 2 на 16 пошла к вашему дому. И вот где-то между вот этими зажимами и вашим домом, еще до водного автомата, произошло короткое замыкание. Предположим, что величина тока короткого замыкания, ну, достигла 200 ампер. То есть в два раза больше, чем длительный допустимый ток данного СИП. На самом деле эта величина небольшая. Питающий трансформатор может располагаться относительно близко к вашему ответвлению. И там может быть достаточно большие токи короткого 500, 1000 и даже больше ампер. Ну, мы начнем с малого, начнем пока с 200 ампер. Итак, поехали. Вот, 200 ампер. Время пошло у нас. Дело в том, что обычно на вводе, на трансформаторной подстанции установлены номиналы там 250-400 ампер на линию. И при токе короткого замыкания 200 ампер, это для него вообще может оказаться нечувствительный ток. Либо чувствительный, но он при этом токи будет отключаться достаточно долго. То есть это надо смотреть время токовую характеристику конкретного автомата и конкретного номинала. Так, что-то запахло жареным. Давайте-ка я включу тепловизор. Ну, температура у нас растет. Температура у нас растет 120 градусов и она еще будет продолжать расти. Посмотрите, как при этом выглядит наш сжим. То есть он так же, провода с него на выходе имеют температуру 97 градусов в данном случае. И потом уже проводник начинает нагреваться. То есть 120, 130. То есть провода нагреваются не внутри, не на контактном соединении, а именно сами. Ну все, он уже стал мягким. Очень мягким и пластичным. Так, хорошо. Идем дальше. Согласно этого же ГОСТа 31946 из таблицы 10, можно проверить СИП односекундным током короткого замыкания величиной 1500 А. При этом допустимый нагрев токоведущих жил не должен превышать 250 градусов. Попробуем односекундный ток короткого замыкания около 1000 А. Поехали. 1190 было. Давайте еще раз. С помощью клещей не совсем точно получается измерить ток. То есть пришлось воспользоваться преобразователем. У меня здесь наведено 1500 А. Я делаю длительность импульса. Одну секунду. Паузу сделаем 10 секунд. Смотрим. 1341. Еще раз сейчас будет через 10 секунд. Так. 1260. Смотрите, как вот видно электродинамика при коротком замыкании. Как сужаются, либо раздвигаются провода. Видите? Наглядно все видно. Ну, в принципе, больше навести и не удалось. То есть около 1300-1400 А. Второй раз. Давайте третий раз подождем. Ну вот. Вот уже третий раз. Температура у нас 230. Прям чувствуется, такое тепло идет. В принципе, можно смело сказать, что при токе 1500 А и односекундном токе короткого замыкания СИП выдержал испытание. Температура не поднялась свыше 250 градусов. Изоляция у нас, да, она стала пластичная, она стала мягкая. Она нагрелась до 200, там, 15-230 градусов. Но не образовались никакие оплавления, то есть подтеки ее. То есть она у нас не поплыла. Заодно испытали еще и ответвитель. Ну, что можно сказать? Замечательно. Ну, вот, например, произошло короткое замыкание у нас с такой величиной. На самом деле, мало вводных данных, чтобы, ну, как бы правильно проанализировать ситуацию. Предположим, что наш вот этот СИП 16 квадрат и имеет ответвление от магистрали сечением 50 квадратных миллиметров. Длительный допустимый ток для 50 квадрат, это порядка, у СИПа, это порядка 200 А, ну, то есть 195 А. Предположим, что у нас на этой линии и стоит автомат 200 А. Ну, пусть будет так. Теперь нам нужно знать, при 1500 А, по какой защите сработает наш 200 А автомат и за какое время. А это нужно взять конкретно его время, токовую характеристику и посмотреть точку. То есть при токе 1500 А, эта кратность будет, получается, 7,5. За какое время данный автомат отключится. И смотрим по характеристике. Если у нас отключается за время в течение одной секунды и меньше, то, в принципе, можно сказать, что эта схема рабочая и СИП провод выдержит при подобной ситуации. Если же у нас там время уходит на 3 секунды, на 2, на 3, на 4 секунды при данном токе, то, соответственно, тут есть риск, что за 3 секунды этот провод весь у нас выгорит. Так оно может быть, потому что он уже стал очень мягкий, температура его 230 была. Поэтому здесь вот эти моменты все нужно рассматривать индивидуально. Автоматов сейчас на рынке большое количество, большое множество. Есть автоматы с полупроводниковыми расцепителями, с микропроцессорными расцепителями, то есть с электронными расцепителями, где можно еще регулировать вот этот порог. По тепловому расцепителю можно сделать несколько там, ну, разную крутизну, характеристики. И еще один момент. Вот это мы все делаем, опять-таки, все условно. Потому что это нам, ну, требует от нас ГОСТ. Но в жизни же может быть величина тока, вот при данных же условиях, линия 50, ответвление 16, ток же может достигать не 1500 А, может быть абонент находиться очень близко к подстанции, и у него ток короткого замыкания может быть больше. А это можно определить только измерив петлю фаза 0. И уже на основании этих полученных данных делать вывод. То есть мы знаем ток КЗ, там на определенном участке линии. Мы знаем номинал автомата, который установлен на этой линии, защищает ее. Мы знаем время токовую характеристику этого автомата. И мы можем рассчитать время, за которое отключится автомат на этой линии, при коротком замыкании вот в рассматриваемой точке. Вот и все. То есть здесь гадать не надо. Здесь примерно можно, конечно, определить вот такие вот параметры, по нагреву посмотреть. Но, опять-таки, все решается на месте, индивидуально. Потому что, возможно, может стоять автомат не 200 А, а кто-то поставит 400 А на эту линию, а кто-то поставит 100 А на эту линию. То есть ситуации может быть много всяких разных. Так что учтите это. Продолжим рассматривать такие нестандартные ситуации. Ну, предположим, абонент у нас находится в самом конце линии. Автомат стоит на вводе 200 А, а ток короткого замыкания возник величиной. Мы делали 200 А до этого, а сейчас делаем 300 А. И посмотрим, что произойдет. Вы сами понимаете, что при 300 А, автомат, 200 А на автомат, может не отключаться очень и очень долго. Вот и посмотрим, что будет при таких условиях происходить с СИПом. Вот 300 А. Тут я подстелил пластинки от автомата, что если начнет вдруг капать, то не на пол. Прошло времени минута, и вот у нас температура уже 132 градуса. 140, но температура растет. Так, прошло 150 секунд. Температура уже достигла 200 градусов. Еще подождем немножко. Вот уже 200 секунд. А вот температура 257. 260, температура у нас растет. Здесь, кстати, у разъема, на удивление, нет нагревов. И это очень и очень хорошо. 270. Дым пошел. Пошел дым. Видите? Дым пошел. Дым, видите, идет. Ну, 270 градусов, да. Ну, у меня максимальная тут такая. 350 секунд, ток. Ну, я его корректирую 300. И вот так вот все. Коптит. Коптит. Только что произошел разрыв. Фу. Все, буду отключать. Достаточно. Сейчас сигнализация сработает еще. Ну, вот, в принципе, все я отключил. Вот все у нас так выглядит. Вот такие получились последствия. Ну, а 300 секунд, это буквально 5 минут. То есть, вот, произошел разрыв оплавления и изоляции. В принципе, это еще наилучшие условия получились, потому что у нас проводники были разведены. То есть, они были как приодинарной прокладке. То есть, если бы они были бы вместе, шли переплетенные вместе, то этот момент наступил бы гораздо и гораздо раньше. Ну, а дальше вы, в принципе, сами уже все знаете. То есть, где у нас теряется изоляция, там возникает замыкание, короткое замыкание. Кстати, на удивление все испытания выдержал зажим. Ну, конечно же, посмотрим, что тут у нас происходило внутри. Губки склеились у нас тут. Так. Сейчас посмотрим, попробуем вытащить наш. А тут все прекрасно. Все чисто и без каких-либо нагаров. Смотрите, зубчики вот какие. Вот они. Все чистенько. Несмотря на такие громадные токи. Вот, ветвительной стороны тоже все чистенько. Вон блестят как. Вот наш провод. Это магистральный. Ну, проколы есть. Ну, ничего более здесь подозрительного я не вижу. И ответвительный. Итак, давайте подведем итоги. Что мы хотели узнать, проверить, перепроверить, сделав данное испытание. Ну, во-первых, длительно допустимый ток 100 ампер для СИПа 16 квадрат вполне допустим. Его температура находится в пределах заявленной величины. То есть, в пределах 95-100 градусов. Это хорошо. Второй момент. Проверили односекундный ток величиной 1500 ампер на этот же СИП 16 квадратов. Максимальная температура у нас составила порядка 220-230 было около таких пределов. Заявленная же температура у нас ну, в общем не должна превышать 250 градусов. что, соответственно, у нас удовлетворяет. Ну, и третий момент. Я хотел проверить несколько режимов. Например, когда возникает ток короткого замыкания, а время отключения автомата на вводе составляет 2-3-4-5 минут. То есть, он отключается не мгновенно, а по тепловому расцепителю. И вот, в общем, выяснили при 300 ампер в течение 5 минут у нас получается вот такая вот красота. А если бы проводники еще были между собой сплетены, то этот момент наступил бы раньше. Ну, и тоже немаловажный момент. Это мы проверили качество соединения проводников вот в таких ответвительных зажимах ЗОИ. И, как видите, здесь все без нареканий. В общем, на этом, пожалуй, все. Вот такие вот получились выводы. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Если у вас возникли какие-либо вопросы, то обязательно спрашивайте в комментариях, задавайте их. Также не забывайте подписываться на мой Инстаграм, не забывайте подписываться на наш чат в Телеграме. Там мы ежедневно обсуждаем различные интересные вопросы, различные ситуации касаемо деятельности Электрик. Всем спасибо за внимание. Ну, а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok